В 2013 в России приняли антитабачный закон. С тех пор россияне не курят в общественных местах. Во всяком случае не должны. Как ситуация обстоит на самом деле, обсудили сегодня за круглым салом в Национальной библиотеке. Курение вредит вашему здоровью. Не устает предупреждать Минздрав. Будете курить в неположенном месте, заплатите штраф. Предупреждает закон. Как ни печально, но судя по всему за кошелек, россияне переживают больше, чем за собственные легкие. С момента вступления в силу антитабачного закона курить в стране действительно стали меньше, считают специалисты. В Чуваший уровень потребления табака, по данным социологического опроса, если сравнивать 2011 и 2014 годы, стал меньше на 5%. Цифра не слишком впечатляющая. Люди знают о том, что курение вредит. То есть нельзя сказать, что люди не информированы о вреде потребления табака. То есть достаточно большой процент, почти каждый ответит, что он знает, что курение вызывает инсульт, что курение вызывает рак легкого, что курение вызывает инфаркт. То есть осведомленность населения, она очень высокая. Но тем не менее сохраняется курить как в курочке, так и в домашних условиях. Впрочем, не все так плохо. 45% опрошенных курильщиков сказали, что в течение года пытались бросить курить. У 10% это получилось. Более того, по данным Минздрав соцразвития в Чувашии вообще курит меньше, чем в среднем по России. Может быть, на сознательность граждан повлияли мероприятия. В республике проводились оздоровительные акции, профилактические консультации, семинары. А может быть, и не дремлющее око закона. В 2014 году были привлечены к административной ответственности 89 нарушителей. Общая сумма штрафов составила более 758 тысяч рублей. За два месяца этого года рассмотрено уже 41 административное дело. Вынесено постановление о наложении штрафа на общую сумму 389 тысяч рублей. Иными словами, война с курильщиками продолжается. И здесь, как известно, все средства хороши. Продолжение следует...